Идет дождь и для жителей поселка Новый Спутник это единственная возможность постоять под нормальной водой. В поселке более полутысячи домов, везде льется желтая вода с ароматом канализации. Иногда вместо струи зловонная струйка. Вот этой воды у меня вот от моих кудрей осталась мочалка на голове. У меня жена, она сейчас с своей белкой, у нас в Сбербанке работают, мне обязательно эти белые блузки. Она здесь не стирает, она там ездит к детям на квартиру. Сегодня напор хороший. Всего лишь выходит песок и вода пахнет тухлыми яйцами. Елена живет в этом доме с 18-го года. Когда заезжала в поселок, знала, что здесь вода техническая. Но всем жильцам обещали, это временно. Вот, можете посмотреть, вот такая у нас вода идет. Вот так у нас ржавеет. Вот так ржавеют стиральные машины, полтора года унитазу. Вот такая у нас вода. Мы купили участок в 16-м году. И по стоимости он стоил 1 250 000. 7 суток. Нам сказали, что в эти деньги входят все трубы заложенные, газопровод, водопровод, электричество, ну все коммуникации. В прошлом году в новый спутник зашла компания «Алитан». Люди считают то, что водопроводные сети находятся в частных руках упущения района администрации. По сути, сейчас жители платят за аренду сетей, которые построены на их же деньги. Только часто вода до людей вообще не доходит. Видимо, там что-то отрегулировали, либо автоматику отрегулировали, либо что-то. И как бы давление резко снизилось просто-напросто. Может быть, потому что поселок расстраивается, количество домов подключается, потребление растет. А фактически, как таковой, скважины или башни водонапорной нет. То есть есть насос, который стоит на медовой один и все. По словам жильцов, компания «Алитан» не идет на контакты, ничего не делает, чтобы улучшить качество воды и увеличить напор. С такой же проблемой столкнулись многие поселки Барнаула. Например, недавний скандал с перебоями воды в Сибирской долине заинтересовал следователей. Сейчас идет проверка. Только для этого местным жителям сначала пришлось в знак протеста перекрыть Змейногорский тракт. Перекрыли трассу. Собралась пробка. Жители нового спутника тоже решили перекрыть движение, только на Павловском тракте. Предвидя неприятные последствия, в администрации индустриального района зашевелились и вышли навстречу. У жителей накопилось много вопросов. Надо тогда прокуратуре проверить, есть ли у них на недрах пользование, разрешили цель или еще что-то. Нет, сегодня идет хищение, скажем так, недр этой компании, поэтому прощение можно инициировать, но до этого мы не делали этого. Давайте начинать делать. В новом спутнике хотят, чтобы город забрал водопроводные сети на свой баланс. В пятницу у жителей состоится еще одна встреча с чиновниками. Они должны доложить, как обстоит дело. Возможно, на новый спутник найдется свой Посейдон, который решит главную проблему поселка. И в случае чего здесь от своей протестной акции не отказываются. Люди готовы, доведены до отчаяния, что они готовы перекрыть балански тракт. Ирина Корщегина, Илья Халяпин, День с толком.